Чувствую, меня захейтят после этого видео. С другой стороны, мне, в принципе, не привыкать озвучивать какое-то альтернативное мнение. Во-первых, я хочу извиниться. Нет, ни за это видео, ни за свое мнение извиняться не буду. Я хочу извиниться перед вами, что затягиваю публикации материала. И что график видео, который я опубликовал ранее, уже нарушен из-за этого. Всему причина моя лень. Других причин нет. В отношении гражданской активистки Аси Тулесовой будет назначена судебная разбирательство. Два удара и сбитая фуражка меняют дело. Активистку из Алматы Асию Тулесову посадили в ВВС и привлекают по части первой статьи 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ребята, вам нужен такой депутат, как? Я считаю, что да, нужен. Давайте проголосуем за меня. Многие из вас уже привыкли, зайдя на этот канал, увидеть какое-то отличное мнение от общепринятого. И ситуация, казалось бы, элементарная. Какие-то очередные митинги, на которые пришли снова те же люди, которые якобы выступают за наши права и свободы. Но так ли это? Я ни грамма не сомневаюсь, что те люди, которые идут на эти самые протесты, делают это по велению сердца. Ну вот ни грамма в этом я не сомневаюсь. Ну вот так получилось, что я бессердечная тварь. И все хочу знать. Хочу знать, какая цель этих протестов. Но никто мне не может, понятно, объяснить, озвучить какую-то экономическую программу. Начинают скатываться в какую-то там демагогию. Уверен, очередной демагог уже вот строчит объяснение, даже не понимая, насколько мала содержательность его сообщения. Забрать наворованное и поделить. Это не экономическая программа. Представьте себе, если вы не знали. Грабить награбленное – это не экономика. Это сродни протестам в США, где черные занимались мародерством. Я бы хотела заниматься городским развитием. И мне бы хотелось вообще иметь возможность как-то... Ну вот. Так получилось, что задавая эти, казалось бы, простые вопросы, на которые каждый пришедший на протесты должен знать ответ. Я не могу получить эти ответы. Что будет, если они завтра получат власть? Какие их действия хотя бы на первые пять лет? В ответ – тишина. То есть они не хотят жить по-старому, но не знают, как жить по-новому. И... Ну вот. И, к сожалению, легких путей нет. И все лежит в образовании. Революция звучит красиво, но мы никогда не добьемся. Очень романтично. К сожалению для Тулесовой фраза «социальная революция» – это вполне себе термин, без какой-либо романтики. И означает он изменение социального строя. В то время как, если строй сохраняется, то это не революция, а переворот. А вы? А я? Я вообще никогда не садилась и не пыталась понять. Мне кажется, я человек, который за здравый смысл. Но проблема в том, что сама Тулесова и не определилась со своими политическими взглядами. Поэтому она и не знает смысла фраз, которыми разбрасывается. Да, я пыталась в Масляхат пройти, и что-то не получилось у меня. Таких депутатов у нас в парламенте полным-полно. Дефицита мы не испытываем. Спасибо большое. Но по мне, она даже Байзаковой не сможет составить конкуренцию. А Байзаковой – это днище-днище. Вот у тебя голова. Туда б мозги, тебе б цены не было. Думать у нас многие не любят. Но еще больше у нас не любят таких, как я, которые озвучивают эти, казалось бы, примитивные вещи. Но не любят только в том случае, когда критика касается их самих. А если касается законодательного беспредела, то я всегда вижу прям супер положительный комментарий. Прям кучу аплодисментов я вижу. На одном из таких митингов уже ранее известная она, Мася Тулесова, прописала двоечку какому-то полицейскому. А судя по всему, ранее до этого она прыгала под колеса в полицейской машине. Тут я обращаю внимание на две вещи. Первое. Посмотрите, как бережно ее убирают из-под машины полицейские и почему-то не крутят руки. Второе. Положение полицейского. Как он стоит, куда смотрит. В отличие от львинной доли комментаторов, я регулярно имею дело с полицией. Глядя на ситуацию, я вижу следующее. Полицейский там мечтал, когда же он окажется в Каганате и завалит порцию лагмана. Если бы зависело от меня, я бы его уволил нафиг. Потому что пока он там мечтает о лагмане, у него и пистолет могли забрать. Подготовка никакая. Но сейчас не об этом. Он мечтает о тарелке лагмана, и тут ему прилетает в ухо два удара. Мечты разлетелись в хлам. Ни лагмана и даже плова он не увидит. Нифига он не увидит. Сиди теперь, пиши рапорт о происшествии. Просто в одну секунду любовная встреча с тарелкой лагмана в Каганате у человека отменилась. Я не оправдываю полицейских, которые оказались там и задерживаю протестующих и так далее. Нет. Но в данном случае я вас призываю изолировать внимание на Асю Тулесову и этого полицейского. Вообще от всех вот этого, все, что там происходит, изолируйте внимание. Они там явно, он мечтает как бы набить свою кишку. Он мысленно далеко за пределами того, что там происходит. Забудьте вы протесты вот эти вот и прочее. Вы должны увидеть картину отдельно, как это вижу я. Стоит полицейский, который никого не трогает. Ему прилетает двоечка в ухо. Ему не сбивают куражку. Ему прилетает в ухо два удара. Если кто-то видит тут эмоциональное возмущение, я вижу умысел и расчет. Также есть определенный момент, связанный с тем, что существует только этот фрагмент видео и больше никаких, ни с каких ракурсов. Где и кем он был заснят, я лично не знаю, но так как я пару раз присутствовал ради любопытства на этих тусовках, я могу сказать с уверенностью. Эти политактивисты реально в сортир ходят с камерой включенной. Иронично, что к этому моменту, якобы вырезанному из контекста, придирается сама Ася. Но по сути, ей же и надо ответить на этот же вопрос. Где эти бескрайние тысячи видеооператоров, которые вроде как вездесущие? А также я задаюсь вопросом, ну и что даст ей эта предыстория? Ведь очевидно, что нет никакой предыстории. Ее отсылка про 8-секундный фрагмент, по сути, не имеет никакой под собой почвы. Это я, Лошара. Пока камеру достану, пока включу, выберу ракурс, чтобы никому не мешать. Эти же ребята, у них таких вот вещей нет, как деликатность. Ну нет у них таких вещей. Будут лезть до последнего. Всех растолкают, будут в рожу тебе фонариком светить. Никакого воспитания. А тут вдруг никого. Ну как же так получилось? Если со стороны власти имеется постоянное желание скрыть видео, факты, соответственно, подтверждающие вот это нарушение, они скрывают, то где эти самые видео со стороны этих самых активистов? Чье оружие это гласность? Вот тут мы видим кучу камер. Почему в этот момент удара этих камер нету? Вот тут ее ведут, и опять куча камер. Почему в момент удара ничего нет? Ладно, ситуация с полицейским, которую считает ворон, предельно проста. Будем называть его сакральной жертвой. Он хотя бы в момент агрессии мог повернуться лицом и разорвать дистанцию. Он ничего этого не сделал. Было очевидно, что он не готов к зверствам 37-го года. В школе НКВД его явно не тренировали. Вернемся к ситуации с полицейской машиной. Почему же ей никак не могли завернуть ласты? При всем при том, что она ну явно это выпрашивала. Вы же видели десятки случаев, когда человек просто мимо шел. На велосипеде ехал, его вязали и грузили в бобон. А тут, казалось бы, человек известный. Все знают, зачем она туда пришла. Ведет себя агрессивно. Явно мешает правоохранительным органам. Занимается самоуправством. Но никак ее не вяжут. Если бы я или любой из вас сделал то же самое, то он бы оказался прикованным наручниками к потолку этого автозака, вывернутыми руками со спины. И в таком состоянии висел бы 2 часа, пока не начал терять сознание. К чему такая избирательность? Поправдание всего этого действия Тулесова накатала длиннопост, в котором она заявила о том, что испытывала крайнюю степень возмущения. К тому же вспышки на Солнце и буря на Марсе, а также Луна в трех четвертях полнолуния дали о себе знать. В следствии всех совпавших событий она вдруг решила сбить фуражку с головы полицейского. Сбить фуражку. Но видим ли мы, чтобы она хотела сбить фуражку двумя ударами в голову? Чтобы сбить фуражку, нужно же нанести двоечку, да? Ведь так у нас фуражки сбивают. Не снизу вверх ударила, не просто взяла с головы и выкинула. Он там ворон стоял, считал, все равно бы даже и не заметил, мне кажется. И именно двумя ударами в область головы это у нас так фуражки, оказывается, сбивают. Мне кажется, или это просто какое-то нелепое объяснение. Почему именно этот полицейский, самый безобидный на ее взгляд, почему не вот тот вот крупный или вот этот вот оказался каким-то мелким садистом, она его где-то узнала, может быть, я не знаю, там, по каким-то пабликам ходила его фотография. Никаких объяснений не последовало. Кроме горы демагоги я ничего вообще не увидел. С ее слов данный полицейский выбран был ей случайно, как символ. Хорош, конечно, символ, но для чего? Для того, чтобы рассказать про какую-то оттепель и бесчеловечное отношение к людям. Опять же, никакой конкретики. Спасибо, я сыт. Несмотря на то, что ей просил прокурор реальный срок, ей дали условный, это было предсказуемо. На примере Жан Писова даже на него прыгали сбитые. Он никого пальцем не ударил, брызнул газовым пистолетом. Нет ни одного в мире случая, чтобы это кому-то нанесло среднее телесное. И он уехал на год реального срока. То Лесова же явно из злого умысла прописала двоечку сотрудников полиции. Тут как бы характеризовать ее действия можно как хулиганство, потому что явного мотива она, как сама заявила, не имела. Испортила мечты человеку о лагмане. И за это получила всего лишь условный срок. Кому это надо? Это надо вам. Вам надо, мои юные демократы. Вам нужен так батыр-кыс и прочие лидеры, за которыми вы слава на голову понесетесь, внося деструктив в протестные движения. Этой политтехнологии очень много лет. Она стара как мир. Ваш неокрепший разум – это цель подобных искусно созданных героев, чей героизм и чье желание переносить себя в жертву ради вас с нами не может быть подвергнута сомнениям. Ну, а я, значит, вру. И пока вы не научитесь видеть причину, вы будете марионетками в чужих руках. Ставьте дизлайки. Я так думаю, понимания я не увижу больше. Хотя я просто-напросто озвучил свое мнение в рамках демократических правил. Это же у нас не является каким-то противоправным действием. Имею право озвучить. Я это сделал. Ну, а до тех пор, пока вы ищете героев, но не хотите ими стать, для вас этих героев будут создавать. Продолжение следует...